Утро. Гостиная в доме Муромского, богатого помещика, приехавшего в Москву из Ярославской губернии. Муромской и его своячница Атуева спорят о светских приличиях и о судьбе Лидочки, дочери Муромского. Пётр Константинович, а, Пётр Константинович, надо бы вечеринку дать. Вечеринку? Какую вечеринку? О какой вечеринке, говорите-то? Обыкновенно какой, будто не знаете. Ну, балик, что ли, вот как на Медне было. Вы мне говорили, что вот последнее будет, уж больше не будет. Да нельзя, Пётр Константинович, совсем нельзя. Прилечия. Свет того требует. Хорош вас сахар, свет. Требует. Да провались он, преисподнюю. Требует. У кого? У меня, что ли, требует-то? Да полно вам, сударь, не егазить-то. Что вы это, как умом рехнулись? Да я умом рехнулись. Да. Вытащили меня в Москву. Пошли затеи, балы да балы, денежная трата. Без расходов, сударь, девочку замуж не отдашь. Вон, а. Эх, как им гиль-то в голову сел, а? Без расходов девочку замуж не отдашь. Сударыня. Когда знает, что девочка-то скромная, дома хорошего, да ещё приданая есть, так порядочный человек и так женится. А с расходами, да с фардебачением-то так отдак, что пусть ли наплачешься. Так по-вашему упечь её за какого-нибудь деревенского чучела. Да не за чучела, сударыня, а за человека солидного. Да, чтоб солидный человек её в деревне уморел. Так вы уж тогда насильно отдайтесь, вяжите вот по рукам, по ногам. Да вы переведите, матушка, дух-то. Что? Да ты духу-то возьмите. Да вы что это, сударь? Входит Лидочка. Здравствуйте, папенька. Вот она. Эх, кралечка ты моя, баловница. Здравствуйте, тётенька. Здравствуй, душенька. Ну, что же ты делала, а? С кем танцевала вчера? Ах, папа, много. Мазорку-то смехал Васильевичем. Он с Кричинским. Да, папа. Да, милый матушка, ему бы пора и брось. Отчего это? Да уж человек-то в летах. Ему ведь под сорок будет. С чего вы это взяли? Лет тридцать с небольшим. А как он лавка танцует. Это чудо. Особливо валь. И молодец уж какой он. Не знаю, что вам дался этот Кричинский. Ну, конечно, мужчина видный. Ну, приятный человек. Зато говорят, как в карты играет. И, мой отец, всего не переслушаешь. Это вам все Нелькин жужжит. Ну, а он где слышит? Где бывает? Да кто нынче не играет? Нынче все играют. Игра игре розень. А вон Нелькин. Карт в руки не берет. А вот вам Нелькин дался. Вы бы его в свете посмотрели. Так, думаю, другое бы сказали. Да ведь это просто срамота. Вот вчера выхлопотала ему приглашение у княгини. Стащила на бал. Приехал. Что ж вы думаете? Залез в угол, да и торчит там. Выглядывает оттуда, как зверь какой. Никого не знает. Вот что значит в деревне-то сидеть. Ну, что ж делать. Застенчив, свету мало видел. Это не порог. Не порог-то не порог. А уж в высшем обществе ему не бывать. Нет. И ведь непременно подцепит Лидочку вальсировать. Танцует плохо. Того и гляди, ляпнется он с ней со всего-то маху. Да ведь осрамит. Да сами-то широко очень плывете. Не ляпнуться бы вам со всего-то маху. Да уж я не ляпну. Вот посередине-то высшего общества не сесть бы в лужу. Не в лужу не сядь. Да вот то-то, то-то вот не сядь. Не сядь, не сядь, не сядь, не сядь. Муромский уходит. Тетенька, что это вы все папеньку сердите? Ох, не могу. Право не могу. Ну вот дался ему Нелькин. Ой. Лидочка, а что ты это с Кричинским говорила за мазуркой? Вы что-то очень говорили. Тетенька, я право не знаю, как вам сказать. Что, милая, что? Тетенька, он вчера, он вчера за меня сватался. Кто? Кричинской? Неужели? Что ж он тебе говорил? Право, тетенька, мне как-то совестно. А только он говорил мне, что очень любит меня. Ну, а ты что ж ему сказала? Эх, тетенька, я ничего не могла сказать. А я только спросила его, точно ли вы меня любите. Ну, а еще-то что? А больше я ничего не могла сказать. То-то я видела, что ты все какую-то ленту вертела. Что ж, неужто ты ему так-таки ничего больше не сказала? А ведь я тебе говорила, как надо сказать. Да, тетенька, я сказала. Парлема там, э-па-па. Ну, вот так. Ты, Лидочка, хорошо поступила. Ах, тетенька, мне плакать хочется. Плакать? Отчего? Да разве он тебе не нравится? Нет, тетенька, очень нравится. Тетенька, милая тетенька, как я его люблю. Ну, полно. Полно, мой друг. Ну, что же он, человек прекрасный, знакомство большое. Ведь он всех знает, всех, тетенька, всех. Он на бале всех знает и со всеми знаком. Тетенька, вот я только папеньки боюсь. Он его не любит. Он все говорит, чтобы я вышла за Нелькина. И, мой друг, это все вздор. Ведь отсюда почему хочется за Нелькина? Что он ваш сосед. Живет в деревне, имене рядом, что называется, борозда к борозде. Вот ему и хочется за Нелькина. Папенька говорит, что он очень добрый. Ну, да как же. А вот видишь за Кричинского, Как он дом поставит, какой круг сделает. Ведь у него вкус удивительный. Да, тетенька, удивительный. Ведь вот как он наш солитер обделал. Это прелесть. Лежала вещь у отца в шкатулке. А теперь кто увидит, все просто в восхищении. Я вот переговорю с отцом. Он мне говорил, тетенька, что ему надо ехать из Москвы. Скоро? На днях. Надолго? Не знаю, тетенька. Так стало ему надо ответ дать? Да, непременно надо. Ну, так я с отцом переговорю. Тетенька, а не лучший, если он сам? Ну, вы же знаете, какой он ловкий, умный, милый. Что ж, делай как хочешь. Конечно, я ведь тебе не мать. Ах, тетенька, ну что вы это, не оставляйте меня. Вы мне мать, вы мне сестра, вы мне все, все, все. И вы знаете, тетенька, что я его люблю. Как я его люблю. Ах, тетенька, какое это слово. Люблю. О, люблю. Я даже не знаю, что со мной делается. У меня сердце бьется, бьется, и вдруг так и замрет. Тетенька, а что это такое? И чего, мой друг, это пройдет. Богу не знать, как и делать. Вот никак и отец идет. Мы сейчас из-за дела. Входит Муромский. Ну, вот, вот тащит меня, ваш Михаил Васильевич, набег. Ну, а что мне там делать? Да рысаков я не охотник. Ну, что ж вы хоть людей посмотрите. Каких людей? Лошадей зовут смотреть, а не людей. И что это, Петр Константинович, ничего вы не знаете. Там теперь весь бомонт. Да провались он, ваш бомонт. Ах ты, черт возьми. Ой, да что за попущение такое? Матушка, я вам говорю, извольте эти звонки уничтожить. Нельзя, Петр Константинович, воля ваша. Нельзя во всех домах. Да что же в самом деле? Ну, я не хочу, да и тонко. Ой, батюшки, да что же вы кричите-то, господи? Чужих-то людей постыдились бы. Входит Нелькин. Где ж это вы, Владимир Дмитриевич, пропали? А я уж тосковался по вас. Да, Петр Константинович, загулял, совсем загулял. Все вот балы. Ну, Анна Антоновна, какой вы резкой колокольчик повесили. Ну, вот видите, вот не я один говорю. Да, Петр Константинович, вы как, собираетесь в стрешнюю? Не собираемся, батюшка, не собираемся. Разве после Масленицы? А прежде, что в деревне-то делать? Вот, 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 видишь, что в деревне делать. Вот толкуй с ними. Распоряжение судары не надо бы сделать к лету. Навоз вывезти. Без навоза Баликов давать не будете. А что же у вас Иван-то Сидоров делает? Неужто уж он навоз на ваза покласть не может? Не может, да. Не знаю, черного права. Так неужели сам поместик должен навоз накладывать? Должен, да. Приятное занятие. Вот от того все и разорились. Это что, от навоза? Да, от навоза. Петр Константинович, вы, батюшка, другим-то этого не говорите. Над вами смеяться ведь будут. А я, матушка, об этом не заботюсь. Ай, царь небесный. Да ведь меня всего издергают. Ведь я так жить не могу. Да понимаете, сударей, я так жить не могу. Да что ж вы умолить меня хотите? Входит Кричинский. Петр Константинович, доброе утро. Мадам. Анна Антонна, а что это вы такой за вечевой колокол повесили? Вечевой? Как он вечевой? Ромогласный какой-то. Батюшка, Михаил Васильевич, отец родной, спасибо. От души спасибо. Ну вот что, Анна Антонна, да я уж и сам-то чувствую, что не в меру. Что такое? Ну помилочь, как что? Да ведь это напущение адское. Болен сделался, ведь именно вечевой. Вот здесь как вече какое собирается. Да, он велик, да, велик. Ах, он с пружинкой, а Марто, знаю, знаю. Как тебе колоколов не знать? Это по твоей части. Ведь это мне немец делал. Да, он прекрасный колокольчик, Анна Антонна. Только его надо вниз, на лестницу, да. Его надо вниз. Ой, вот оно, как гора с плечами. Лидия Петровна, как вы отдохнули после вчерашнего бала? У меня голова что-то болит. А ведь чудо, как весело было. Ах, чудо, как весело. Ну, Петр Константинович, а какая Лидия Петровна была хорошенькая, какая свеженькая, какая миленькая. Ну, просто залюбоваться можно. Михаил Васильевич, астерегитесь. Вы ведь себя немного хвалите. Как себя? О, да. Ну, разумеется, папенька. Ведь Михаил Васильевич весь мой туалет придумал. Мы ведь его с тетенькой к совету брали. Да что ты? Неужели? Скажите, батюшка, как это вас на все станет-то? И дело вы всякое знаете. И пусть так-то всякий знаете. Что делать, Петр Константинович? Такой уж талант. А вот теперь не угодно ли пожаловать со мной на двор, да обсудить мой талант по другой части. А что? Что такое? Куда на двор? А забыли? Право не знаю. Вот, а я даром что туалеты советую, а помню. А бычка-то... Ну, и что же, вам его привели из деревни. Как же, он уже тут, да. Он уже у вас на дворе с полчаса бунтунет. Ох, любезный мой Михаил Васильевич, благодарю, благодарю. Да нет, мне правосовестно. Да нет, ну полноте. Да нет, ей совестно. Ну, полноте, пожалуйста. Так он из вашего симбирского имения. У вас в симбирске имение? Да, в симбирске имение, да. И скотоводство хорошее? Ну, как же, отличное, да. Да разве вы до скотина-то охотника? Охотника. Господи, и насчет укопа таки, того это. Да, таки того. А вот деревню вы не любите. Кто вам сказал? Да я обожаю деревню. Деревня летом. Это же рай, воздух, тишина, покой. Выйдешь в сад, в поле, в лес. Везде хозяин, все мое. И даль-то синяя, и та моя. Ведь это же прелесть. Встал рано в поле. В поле стоит теплы, благоухание. Там на скотный двор, в оранжереи, в огород. А, и на гумно. Да, да, и на гумно. Занялся. Обошел хозяйство, аппетит удобыл. Домой. Вот тут что нужно, Петр Константинович, а? Скажите, что нужно? Чай. Ну, решительно, чай. Нет, не чай. Нужнее чая. Выше чая. Не знаю. Петр Константинович, вы ли не знаете? Да, право, не знаю. Жена нужна. Да какая жена? Стройная, белокурая. Хозяйка тихая, безгневная. Пришел, взял ее за голову, поцеловал в обе щеки. Здравствуй, мол, жена. Давай, жена, чаю. Ай, батюшки, вот манера-то. Я так жене-то хоть и не причесываться. Ну, полноте, Анна Антонна. Жены не сердятся, когда им мужья прически мнут. Вот когда не мнут, вот это обида. А самовар уже кипит. Смотришь, вот и старик-отец идет в комнату. Седой, как лунь. Костылем подпирается. Жену благословляет. Тут шелунишка. Внучок около него бьется. Матери боится. А к дедушке льнет. Вот это я называю жизнь. Вот это жизнь в деревне. Лидия Петровна, вы любите деревню? Очень люблю. Да когда же ты деревню-то любила? Нет, тетенька, я люблю. Я, Михаила Васильевич, очень голубей люблю. Я их сама кормлю. А цветы любите? Да, и цветы люблю. Ах, мой создатель, теперь она все любит. Однако мы заболтались. Уже час, Петр Константинович. Нам пора. Опоздаем. Да вы принарядитесь. Ведь народу гибель будет. Ну что ж, пожалуй, мы тряхнем деревенщиной. Отказать-то нельзя, человек любезный. И точно принарядитесь, папенька. Право, принарядитесь. Ну что вы, в самом деле, стариком прикинули? Браво, браво, Лидия Петровна. Ангельчик вы мой. Так, так. Душенька вы моя. Так, хорошенька. Что он в самом деле, а? Это я-то прикинулся, а? Какова шалунья. Лидочка уводит Муромского. За ними следом уходит Нелькин. Анна Антонна, как вам нравится моя картина деревенской жизни? Неужто вы точно любите деревню? Кто, я? Да что? Да я нарочно. Как нарочно? Ну, почему же не повеселить старика, а? Да уж, это ему такое удовольствие, когда кто деревню хвалит. Вот видите. А я желаю, Анна Антонна, чтоб вы узнали истинную причину моих слов. Какую же это причину? Анна Антонна, кто не оценит вас, кто не оценит того воспитания, которое вы дали Лидии Петровне? Вот, Михаил Васильевич, представьте себе, а Петр-то Константинович все бронит меня. Кто? Старик? Ну, Анна Антонна, его же извинить надо. Ведь он же хозяин. А эти хозяева, кроме скотных дворов, то удобрений ничего и не видят. Действительно. Он мне еще нынче утром говорил, что все разорились от того, что о навозе не хлопочем. Ну, иди, вот какие понятия. Теперь ваш дом. Прекрасный дом. В нем все есть. Одного нету. Мужчины. Будь у вас в доме мужчина, эдакий, знаете, ловкий, светский, но совершенный комильфой, дом ваш будет первым в городе. Да я и сама так думаю. Я долго жил в свете и узнал жизнь. Истинное счастье это найти благовоспитанную девушку и разделить с ней все. Анна Антонна, прошу вас, дайте мне это счастье. В ваших руках судьба моя. Каким же это образом? Я вас не понимаю. Я прошу руки вашей племянницы, Лидии Петровны. Счастье Лидочки для меня всего дороже. Я уверена, что она будет с вами счастлива. Анна Антонна, как я благодарен вам. А вы еще не говорили с Петром Константиновичем? Нет еще. Его согласие необходимо. Да знаю, знаю, знаю. Оно мне колом в горле стало. Как вы говорите, батюшка? Я говорю, благословение родительское. Такой, ну как бы вам сказать, такой камень, на котором все строится. Да, это правда. Да. Как же нам с ним сделать? Да я права в нерешимости. А вот что. Теперь, кажется, минута подходящая. Я сейчас еду на Абик. Меня там дожидается все общество с князем Владимиром Бельским. У меня там большое пари. А вы его задержите здесь и введите его, так сказать, в разговор. Скажите ему, что я спешил, что я боялся опоздать, что меня там все дожидаются. И к этому-то и объясните мое предложение. Хорошо. Понимаю. Прощайте, Анна Антонна. Поручаю вам судьбу мою. Будьте уверены, я все сделаю. Паравуар. Кричинский уходит. Входит Муромский. Михаил Васильевич, а где же он? Уехал, уехал, заспешил, говорит, опоздаю. Набег уехал? Да, набег. Его там все дожидаются. Ростаки, члены. У него повидно. Ну, я его там найду. Мне с вами надо словечко сказать. Вы останьтесь. Ну, вот. Теперь останьтесь. Да что я вам, как пешка дался, то ступай, то не ездить. Мне до вас дело есть. Дело? Какое дело? Опять пустяки какие-нибудь? А вот увидите. Положите-ка шляпу. Я сейчас имела продолжительный разговор с Михаил Васильевичем Кричинским. Что такое? Уж не сватовство лицо? А разве Лидочка ему не невеста? Уж он человек в летах. Ты уж, разумеется, не молокосос. Да Лидочка за него и не пойдет. Он не пойдет, так и не отдадим. А ежели пойдет, что вы скажете? Кто? Я? Да. Скажу, я Таранта. Что это такое Таранта? Бестолковщина, вздор, сударыня. Не вздор, сударь, а я у вас толком спрашиваю. Вы мне скажите прямо, Петр Константинович, чего вам хочется? Богатства, что ли? У Лидочки своего-то мало. И что это у вас, мой отец, за алчность такая? Копите, копите. А все мало. Лишь бы человек был хороший. А хороший ли он? Могу сказать, прекрасный человек. Прекрасный человек. А он, послушаешь, так в карты играет, по клубам катается, должишки есть. Может и есть, а у кого их нет? Кто в долгу, тот мне не зять. Правда? Ну, так поищите. Ну, что сделать, поищу. Уж сами поищу. Ну, сами поищу, да. А дочери пока что в девках сидеть, да? Ну, да слушайте, не за козлашу ее отдавать. Что ж, Михаил Васильевич, козел? Да вы переведите, матушка, дух-то. Да вот духу-то, духу-то возьмите. Да что это, сударь? Я вам уж утихо досталась, что ли? Говорить-то вам нечего, то-то вот. Нечего? Мне говорить нечего? Так я вам вот что скажу. Вам он нравится, и Лидочке нравится. Да мне не нравится, так я и не отдам. О-о-о-о. Ну, вот так вы бы давно, так. Да. Вот оно и есть. Так, значит, по вашим капризам дочери несчастной быть, а? Отец. Отец, да. Да что же вы ей такое? Злодей, что ли? Кто это злодей? Я, что ли? Я-то? Да, вы, 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 вы. Нет, 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 это вы, вы. Анвы, Анвы. Вбегает Лидочка. Тетенька, тетенька. Нету, нету моего терпения. Делай, матушка, как хочешь. Что это, папенька? Да ничего, ничего, мой дружочек. Мы так с теткой говорили. Что вы тут дружочек, дружочек? Какой дружочек? Вы вот дружку-то своему скажите, что вы такое тут говорили? Ну, что вы стихли? Я, сударыня, не стих. Мне стихать нечего. Тетенька, милая тетенька, пожалуйста, прошу вас. Так что ты меня, матушка, уговариваешь? Ведь я не дура. Ну, что ж вы, сударь, стали? Спрашивайте, ведь он ответу ждет. Ну, так вот, я и спрошу. Скажи мне, Лида, пойдешь ли ты замуж против моей воли? Я, папенька? Нет. Нет. Никогда. Тетенька, вот видите, я, тетенька, в монастырь пойду, к бабушке. Мне там лучше будет. В монастырь, Господь с тобой, да что ты это? Да вот погоди, ну, вот подумай. Ну, не плачь ты, ну, не плачь, ну, мы подумаем. Господи, что ж это такое? Быстро входит Кричинский. Петр Константинович, бег мы прогуляли. Что такое? Да вот все говорит, хочу подумать. Петр Константинович, скажите, что это у вас? Позвольте мне с вами поговорить откровенно. Ведь это же лучше. Я человек прямой, дело объяснится просто, и никто из нас в претензии не будет. Ведь это же ваш суд, ваша еволя. Да мы это промех себя. У нас так-то разговор был совсем о другом. О другом? Не думаю. И не верю. По-моему, в окольных дорогах проку нет, Петр Константинович. Это не мое правило. Я прямо действую. Вчера я сделал предложение вашей дочери. Нынче я говорил с Анной Антонной. А теперь и сам перед вами. Ну, это так трудно. Это такая трудность, что я попрошу вас дать мне некоторое время пораздумать. А я полагал, что вы имели время пораздумать. Да нет, мне Анна Антоновна вот только что сообщила. Да нет, я не об этом говорю. Я уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать? Нет, я ничего не думал. Вот вина не моя, а ваша. Вольно же вам не думать, когда вы знаете, что без особенной цели благородный человек не ездит в дом. и не компрометирует девушку. Да, конечно. Поэтому я буду просить вас не откладывать вашего решения. На этих днях мне непременно надо ехать. Я уже об этом говорил, Лидия Петровна. Да нет, я про права не знаю. Что вас затрудняет? Что мое состояние? Да, ну и состояние. Вы же его видите, я же не в щели живу. Я поступаю иначе. О преданном вашей дочери я не спрашиваю. Да что ее преданное, ведь она у меня одна. И я у себя один. Да все это так, Михаил Васильевич, согласен. Только, знаете, в этих делах нужна, так сказать, положительность. Ну, скажу вам, и положительность. Мне своего довольна. Дочери вашей своего тоже довольна. Если два довольна сложить вместе, в итоге нужды не выйдет. Да нет, разумеется, нет. Так вы богатства не ищете? Да нет, я богатства не ищу. Так чего же? Вы, может быть, слышали, что мои дела расстроены? Признаюсь вам, был такой разговор. Кто же из нас, живучи в Москве, не расстроен? Да мы все расстроены. Ну, сами вы устроили свое состояние с тех пор, как здесь живете? Да куда, помилуйте, омут? Именно омут. Нашему брату-помещику одно зло – это город. Великую вы правду сказали. Одно зло – город. Я из Москвы еду. Неужели в деревню? Да, в деревню. Вы разве любите деревню-то? Эх, Петр Константинович, есть у вас средство, чтобы кругом вас все полюбили деревню. Друг друга мы любим, горячо любим, так и деревню полюбим. Будем с вами, от вас ни шагу, хлопотать вместе, жить пополам. Папенька, милый папенька. Помните, что я говорил давеча? Седой-то старик со внуком, ведь это же вы. Папенька, папенька, ведь это же вы. Да нет, да нет, ну позвольте, да как же это, позвольте, да я и не думал. Ничего вы, Петр Константинович, больше не придумаете. Это, батюшка, судьба, воля Божия. Может быть и действительно воля Божия. Ну, благослови Господь. Вот, Михаил Васильевич, вот вам ее рука. Ах, папенька, как я счастлива. Ну, Петр Константинович, а какой мы скотный двур заведем с трешними, увидите, ведь я хлопотун. Ой, Ли. Ей, ей. Слушайте меня. Всю тирольскую заведем. Входит Неликин, останавливается в дверях. Да ведь она не жена. Нет, не нежна. Да право, нежна. А что это? Что это? Кто нежна? Скотина. Реклама В ноябре 1757 года указом Сената в Петербурге была учреждена Академия художеств. Императрица Елизавета Петровна, дочь Петра, выполнила поручение отца в Санкт-Петербурге основать первую Императорскую Академию художеств. Уже два с половиной столетия Академия является центром художественной жизни страны и крупнейшей в мире художественной школы. Говорит кандидат искусствоведения, преподаватель Академии художеств Ольга Кривдина. Академия была с самого начала школой, которая учила реализму. Академия художеств прежде всего отстаивает классическую манеру традиции. Во всем мире традиции реализма утрачены. Работа с натурой забыта, поэтому сейчас в Российскую Академию художеств к нам в Петербург, на берега Невы приезжают представители из разных зарубежных стран, которые хотят научиться именно традиционному искусству работы с натурой. В Академию художеств образование получают самые талантливые, самые способные. Академия художеств уже в XVIII веке дала выдающуюся плеяду мастеров, которые украшали Санкт-Петербург и создали его прекрасные образы. Рокотов и Левицкий, и Боровиковский, и Шубин, и Козловский, и Мартос, и Воронихин, и Захаров. И в этом городе Академия художеств является настоящим храмом изящных искусств. Петербург душа российской культуры. Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга. Специальное сообщение для военных пенсионеров. Вы еще полны сил и работаете? Откройте счет в Стальфонде и пусть ваша пенсия послужит на будущее. Наш адрес в Петербурге. Думская линия 1-3 Телефон 571-09-81 571-09-81 Стальфонд Поддержка для всех поколений. Радио Петербург Телефон отдела рекламы 600-10-50 Квартира Кричинского Санкт-Петербурга. Опять продулся. Я продулся? С чего же вы это взяли? Я уж слышу. Ты мне не финти, пустая голова. Чем же я пустая голова? За что вы меня каждодневно ругаете? Господи, что за жизнь такая? Эх, ты простоплет. Колесо холостое. Ну, мили воду-то, мили. Помолу не будет. Стоишь ли ты хлеба? На харчи-то себе выработал? Осел. Я ведь тебя не с человеколюбия держу. Я ведь не член благотворительных обществ. Так за мой хлеб мне деньги надо вот их и подавать, черт возьми. Шоу ткнул нос в землю. Говори, где был вчера? Да, я как их вот тут. Денег принес? Нет, не принес. Ну, так подай, что взял на медненную игру. Лишен. Всего лишен. То есть, как это лишен? Отняли. Все, отняли. Эх, ты чурбан. Ну, вижу, и деньги взяли, и еще поколотили. Ну, тряхнул бы я тебя так, чтобы каблуки вылетели. Не беспокойтесь, Михаил Васильевич, их уж нет. вылетели, уштряхнули. Довольно будет. А уж какая, я вам скажу, силища. Но! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я, его боксом. Ха-ха-ха! Боксом! Михаил Васильевич, позвольте, однако, вас спросить, что это такое бокс? Ха-ха-ха-ха! Тебе бы знать надо. Вот, Иван Антонович, вот это и есть вот бокс. Ой, ой. Английское изобретение. Ой, так это бокс английское изобретение. Боже мой! Скажите, а, англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели. Надо мне достать денег непременно, во что бы то ни стало, денег, 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 денег. Не знаю, Михаил Васильевич, денег нет, и достать их негде. Ну, не ожидал. Англичане, образованный народ, мореплаватели, а? Да ты что, ты совсем уже ум потерял? Я говорю, образованный-то народ, англичанин-то, а? Ему о деле говорят, а он черт знает, что мелет. Слушай, я весь вот тут, весь по горло, понимаешь? Денег, просто денег. Ступай, и достань, во что бы то ни стало. Все будущее, вся жизнь, все, все зависит от трех тысяч рублей серебром. Ступай, и принеси. Слышишь ты, душу заложи. Да что там душу? Украть, а принеси. Ступай к Беку, Шпренгелю, к старому, ко всем ростовщикам, давай проценты, какие хочешь, хоть сто тысяч мне положи, но чтоб не были. Да смотри, не являйся сюда с пустыми руками, а то я тебя как курицу задушу, чтоб были. Дело вот в чем. Я женюсь на Муромской. Что? Знаешь, богатая невеста, вчера дано слово и через десять дней свадьба. Михалыч, что вы говорите? У меня в руках тысяча пятьсот душ, ведь это же полтора миллиона и двести тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту же сумму можно выиграть два миллиона. И выиграю, непременно выиграю. Составлю себе дьявольское состояние и кончено. Покой, дом, дура жена и тихая почтенная старость. Тебе дам двести тысяч. Двести. Состояние на целый век. Привольная жизнь, обеды, почет, знакомство, все, все, все. Только для этого нам нужно достать денег. Надо дотянуть нашу конетель десять каких-нибудь дней. Без трех тысяч я завтра банкрут. Щебни, в гальт, подадут к взысканию, расскажут в клубе, выставят на доску и все кончено. Понял ли ты, понял ли ты, до какой петли, до какой жажды мне нужны деньги, ну же, выручай. Михаил Васильевич, батюшка, от одних слов ваших все мои косточки заговорили. Иду, иду. Ой, 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 ой. Расплюев уходит. Ну, я думаю, что он это дело обделает. Он на это таки ловок, обрыщет весь город. А коли их нет, коли Расплюев не принесет ни копейки, коли этот сытый миллион сорвется у меня суды от какой-то плевой суммы в три тысячи рублей, когда уже все готово, поджарено, испечено, только в рот кладем. Ой, черт, сынок. Скверно то, что за последние время я связался с такой шушерой, от которой кроме мерзости и неприятностей ждать нечего. Порядочные люди эти, чопорные баре, стали от меня отчаливать. Видно, запахло. Пора кончить или переменить декорацию. И вот тут как нарочно подвертывается эта благословенная семейка муромских. Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство. Дело победено лихо, вчера дано слово и через десять дней я женат. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей, поклонников, куча. Да что говорить, игра, игра какая, ведь с двумя стами тысяч можно выиграть гору золота. Можно, должно, просто начисто обобрать всю эту сытую братью. однако в дом к этому старому дураку я не перееду. Нет, шалишь. Лидочку мне надо будет прибрать покрепче в руки. Задача называется хорошую дрессировку. А самому махнуть в Петербург. Вот там игра, а здесь что? Мелюзга древидень медленно входит расплюев. А, так и знал. Михаил Задача залог требует под 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 ж тебе приказал достать мне денег. За залог Задача Кричинский повалил расплюева на диван и душил его. Я ж тебе разбойнику велел украсть, обворовать и достать мне денег. А, он говорит, нет денег, врет. В каждом доме есть деньги, только надо знать, где они лежат. Ой, 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 ой. Вон, ах, так отстал в 24 часа под ветрепки. Ведь этак жить нельзя. Этак всякая собака со двора сбежит. Вот теперь пудель. Верная собака. И тот сбежит. Ну, положим, та была бокс, английская, но это какая? Это уж кажется самодельщина. Что мне делать? Что мне делать? Первое не дерись. Боже мой, родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни и живут себе, можно сказать, пиршествуют. Но народится же такой барабан и колотят его с ранней зари и до позднего вечера, вот как видеть. Ну, народи себя худенькой, тоненькой, хиленькой, ведь не жить бы, ей-е не жить. Вот как скажу, от вчерашней трепки, полагаю, не жить, от докучаевской истории не жить. От попойки третьего года в Курске, то есть ни-ни-ни, ни под каким видом, и вот невредим, жив, и скажу, но дайте только пообедать, да задать, что называется, храповицкого, то есть как встрепанный. А денег-то врать нет, и тут нет, а дерешься, что взял? Ну, что он роется, что он роется в старом хламе? Ах, денег ищет, голубчик. Да ведь я-то знаю, что там-там ничего нет. Старые заемные письма, неплаченные счеты. Ну вот, сразу бы побрякушку хватил, а на грош стоит. Да, Эврика! Ого, дурь понес, видно жутко, нуждат мне свой брат. Эврика! Эврика! Родители, да он спятил, ей-е-е спятил. Эврика значит по-гречески нашел. По-гречески? Покончилось наше земное странствие. Свезут тебя, друга милого, в Преображенскую и посадят тебя, раба Божия, на цепуру. И покончилось наше земное странствие. Ого, плоховато, плоховато. Однако не качнул бы он меня с безумных глаз. Видишь, мне судьба-то какая. Так ли, верно ли, не ошибаюсь ли я. Федор, Федор, посмотри, вот какие колена строит. Расплюев! Я. Ступай сейчас к этому как его, ну, на Петровке, ну, к Фомину и закажи сейчас бальный букет. Самый лучший, чтоб весь был из белых камелей, понимаешь? чтоб только одни белые были. Ступай и привези сию же минуту. А что я тебе говорю, Федор? А? Копейки сущие нет, а он, голубчик, целковок в пятьдесят букет ломит. Ну? А что делать, Федорушка? Что нам сиротинкам делать? Ты что? Ты еще здесь? Что у тебя, может быть, уши заложило? Так я ототкну, слышу, что тебе приказано. Михаил сущий, помилуйте, на какие деньги? копейки сущие нет, помилуйте, что вы, да на что я вам куплю букет. А, вот тебе часы, чтоб через полчаса был у меня вот здесь на столе букет, слышал? Ну? Расплюев уходит. Теперь, теперь мне надо написать письмо к Лидочке, чтоб было готово, время дорого, за дело. Кричинский пишет письмо. входит Расплюев с букетом цветов. А, вот он. 25 серебряных рублей за веник. Иди сюда. Да? Покажи. Хорош. Ладно. Сдачу? Сдачу? 50 рублевая. Так. Теперь ты слушай. Да подбери, братцы мои, губы. Дело резвое. Вот видишь ли, это письмо к моей невесте Лидии Петровне Муромской. Вот тут, сейчас, на бульваре, знаешь? Знаешь, Михаилович, вот только за угол повернуть большой, белый домин, с подъездом. Да-да-да-да. Старика сейчас дома нет. Он об эту пору всегда таскается по городу в своих доморощенных клячах. Ты отправляйся, отдай букет Лидии Петровне лично. Так. Поздрав от меня ее с добрым утром, ну, это, по ловчее, по вальяжине, отрекомендуйся, понимаешь, и уберись хорошенько на деньги. Мой сюртуг, если старик дома, букет отдай, а записки не-не. Я прошу в ней, между прочим, чтоб она прислала бы мне свой солитер, который я обделывал в булавку, помнишь? Знаю, помню. Двадцать кора тридцать тысяч стоит. Вот, вот, вот. Я пишу ей, что вчера был у меня о нем спор с князем Бельским и состоялось о нем большое пари. Так, 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 так. Получи вещь и принеси аккуратнейшим образом. Ну, об этом пари можешь сам еще приврать что-нибудь. Я привру, Михаил Васильевич, я охотно привру. Да нет, 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 ты не ври. А то у тебя во вранье всегда передел бывает. Беги! А получа вещь, лети! Береги старика, а остальное все пойдет как по маслу. Понял? А-а-а! Понял! Михаил Васильевич, понял! Лечу, 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 лечу! Расплюев уходит. Понял, понял, понял. Ничего ты, дурак, не понял. Он думает, что я красть хочу, что я вор. Нет, мы еще честью дорожим. Мы еще вот здесь в голове ресурсы имеем. везде ум, в свете ум, в любви ум, в игре ум, в краже ум. Вот она и философия явилась. А как Расплюев тоскал, так ее не было. Видно, она Сократова дочь хорошую почву любит. Только бы Расплюев не подпакостил уже полчаса, если не больше. И вот теперь в эту решительную минуту мы переходим Рубикон. Причаливаем к другому берегу или проваливаемся в омут. Вот она. Вот она решительная минута. Бегает запыхавшись Расплюев. За ним Федор. Ну, что, Расплюев? Виктория? Виктория, Михалыч, Виктория. Вот она. Ну, где хватило? Ну, Расплюев, перейдем, Рубикон. Перейдем. Рубикон. Рубикон. Дурак. Дурак. Рубикон. Михалыч, не дурак. Вот как отдел. Удивительно. Приезжаю. Приезжаю, так спрашиваю, что барин, мол, дома? Нет, говорят, дома. Говорю, барышня, дома? Говорят, дома. Где, говорят, себя, говорю, доложи. Кричинский рассматривает обе булавки, завертывает их отдельно в приготовленные бумажки и кладет в бумажник. Как одна не сорвется. Ну, Расплюев, теперь бежать. Бежать? Что ж, я готов бежать. Бери, захватывай все, что можно. Федор, бери, захватывай брать все, что можно. Живо. Скорей, 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 скорей. Да, стой. Да. Нельзя. Ведь если за нами пошлют фельдегеря, ведь он же догонит. Кто? Курьер? Курьер сейчас догонит. Нас сапают и по Владимирке. Уж колец сапают, так по Владимирке. Так что же нам с ней вот делать? Да, Михаил Васильевич, что с ней делать? Федор. Федор. Подай мне шубу. Мне шубу. Постой, постой, нет, любезный, тебе, не шубу, а по всей справедливости серую сибирку с бубновым тузом на спине. Федор, не выпускать его отсюда никуда, слышишь? слушаю, сударь. Кричинский уходит. Стойте! Что вы, Михаил Васильевич? Михаил Васильевич! Да куда же он? Постой, пусти, 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 говорят. Что ты? Да что же ты? Извольте, сударь, остаться. Слышали? Не приказано-с. Как? Да это стало разбой, измена, ой, измена, пусти, пусти, разбойник, пусти, говорю. Ой, батюшки светы режут, ой, режут, караул, караул. Что я? На себя-то? Ведь сейчас налетят орлы, сейчас хватится, ну, пусти меня, Федорушка, пусти, родимый, тебе ведь все равно, ну, что тебе мою грешную душу губить? Ведь сейчас полиция придет, сейчас хватится, как старик вернется, так и хватится. Кто скажет, приезжал, Иван Антонович, ну, скажет, его мошенника сюда и подавай. Барин большой, богатый, меня вот этак на буксир, да к генерал-губернатору, да в суд, да и с командой по Нижегородской дороге. Федорушка, разве тебе радость какая или добыча будет, если меня в непутном-то месте отстегают? Да помилосердуйте, Иван Антонович, дворянина напустим. какой я дворянин? Все это пустяки, ложь презренная. Пиковый король в дворяне-то жалобал, вот и все. Федор, а Федор, пусти, брат, ради Христа создателя, пусти, ведь у меня гнездо есть, я туда ведь пищу таскаю. Что это? Какое гнездо? Обыкновенно, птенцы, малые дети, вот они с голода-холода и помрут, их как паршивых чинят на улицу и выгонят, ведь детище, кровь наша. Да полно вам, Иван Антонович, право себя тревожить. Ну, куда, барин, уйти? Как куда? Да на все четыре ветра. Да ну, такой ли он человек, чтобы ему уйти? Он и здесь цел будет, ну, поехал, дело какое, дело-то не ушел. Нет, ушел, непременно ушел, что ему о нас, что ли думать? Ведь эта вещь, говорят, сорок тысяч стоит, вот какая вещь, да чего тут. Сам-то я как в лес с этой проклятой вещью в сани, да как понюхал свежего воздуха, ну, так меня и позывает, так и позывает, ай, да ведь тем и устоял только что, думаю себе, ну, куда, мол, мне, куда? Ведь он орел, как шаркнет за мной, так только пищи. А ему теперь что? Везде дорога, везде тепло катит себе. А какой ему расчет бежать? Да еще с краденой вещью. Дураку надо бежать, а не ему. Так, по-твоему, с ней лучше по городу шататься? Да какая же она краденая. Да ведь мы ее обманом у Муромска-то взяли, так что с ней делать, марш да и только. Ну, заложить поехал. Заложить? Да ведь вечером ее надо отдать, а то через полицию возьмут, да в Сибирку посадят. Так этого не захочется, нет, Борт ушел, просто ушел. Федор, уйдем, ебай. А мне что? Я на своем месте. Ведь в тюрьме умрешь. А за что? Я ничего не знаю. Мету комнаты, сапоги чищу, знать не знаю, ведать не веду. И вот ответ. Да, впрочем, оно ведь дело-то темное. А может, Михаил Васильевич отлучился куда? Кто его знает? Ах, отлучился, встал и бежал. Ну, Федор, спросят, смотри, ведь ты сам, братец, видел, как я ему ее отдал. Чего? Я говорю, что ты видел, как вот здесь, на этом самом месте я отдал булавку этому разбойнику, твоему барину. Ну, Иван Антонович, позвольте, вы в Евто дело меня не вводите, мне сударь не стать. Я сапоги чищу комнатами, то о ваших делах я знать не знаю, ведать не ведаю. Иуда, как не знаешь? Да ведь я сию минуту вот при тебе ему отдал. Помилуйте, а почем мне знать, что вы ему отдали? Вы нечто мне говорили, что вы ему отдали. Хам, хам, уй, залезал, уй, залезал. Уй, залезал. У-у-у. Чёртова шайка. Так вы меня подобух. Ну, постой. Пусти, говорю. Пусти. Бездушник. Слышать, говорю. Пусти, пусти, пусти. Будь не приказанно, так сиди смирно. Ой, 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 не, ой, пожалей, не дави, ой, не дави, ой, смерть моя, не дави. Ой, 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 ой. А что вы думали? Ведь он дурак, рад до смерти задушить. Ой, судьба. Судьба. За что гонишь? За что гонишь? Судьба. Нет, как у флешей. Рожа. Рожа-то какая. Стал опять в дверях, как столб, какой ему и нуждушки нет. А время идет. Идет время. И сюда, может, уже идут. А я в западне. Молчать должен. Ждать беды, тюрьмы, наказания ждать и молчать. Господи, боже мой, как томит сердце. Ноет как. Вот здесь какая-то боль, духота. Детки мои, голубы холодны. Увижу ли вас, Ваня, дружок, возишь, дружок. Вот эти, вот эти. Полиция в доме. Полиция. Идут. Идут. Федор уходит открывать и возвращается обратно с Кричинским, что-то говоря на ухом. И очень хорошо сделал. Очень хорошо. Иван Антонович, что это вы тут с чадором-то погрелись, а? Ну что ж, это ничего. Это хорошо, это от скуки можно. Вот только что худо. Все-то ты, Иван Антонович, торопишься. В свое время все, братец, будет. Это закон природы. И полиция будет, и владимирки не минишь. В свое время все будет, об этом тебе беспокоиться нечего. А теперь вот что. Возьми, да займись, братец, ты мой, делом. Сочти вот деньги, да разложи, братец, на кучи. Отдать надо. Это наша обязанность, священный долг. А вот булавку надо вечером вернуть тому, кому она принадлежит. Вот как честные люди делают. Ах, ты. То есть просто ничего не вижу. Пестрота какая-то. Как день. это деньги. А вот это булавка. Точно. Булавка. Сто. Двести. Четыреста. Девятьсот. Четыре. Вот вам скажу. Был здесь в Москве профессор профессор натуральной магии и египетских таинств господин Боско. Из шляпы вино лил красное и белое. канареек в пистолеты заряжал. Из кулака букеты жертвовал и всей публике. ну это таки теперь штуки. Закладываю вам мою многогрешную душу исполнить он не мог. и выходит он Боско против Михаила Васильевича мальчишка и щадок. Он довольна, довольна. Считай. А ты ведь рад воду толочь. Ну что ж Михаил Васильевич неужели порадоваться то нельзя. Вот они родимые да. Голубчики ласточки вы мои. Ну щадушка кончил да? Сейчас сейчас. сейчас. Вот эти деньги я отвезу сам. А вот эти развези ты и часы мне выручи. Вот записка кому и сколько надо отдать. Смотри исполни все аккуратнейшим образом. Михаил Васильевич как же это? Ведь эти деньги от Бека от Никанора Савитя? Да от Бека. А булавка стойте да ведь это моя крестница ведь это та самая что я получил от Лидии Петровны. Разумеется ее сегодня вечером Лидии Петровне необходимо вернуть. Как разумеется черт тут разумеет как же это и деньги и булавка. Гончая ты собака расплюев а вот чутья у тебя нет. Эх ты! Вечер. Все освещено и убрано. Федор в черном фраке белом галстухе жилете и перчатках ставит лампы и обмахивает мебель. Расплюев входит завитой во фраке и в белых перчатках. Вот видишь как взял он это дело себе в голову как взял он дело кинул так и этак. Ну говорит Расплюев выручай. Я говорю готов Михаил Васильевич на все готов. Вот говорит что прозакладывай ты говорит Расплюев свою душу а достань мне от муромских их солитер что я ныне по осени отдавал оправлять в булавку помнишь говорит вот по той модели что у меня в бюро валяется. Я этак и задумался вы то да я то трудновато говорю трудновато однако отправился и как ястреб какой через четверть часа тащу его на двор вот мол он голубчик он например берет его и модель то берет модель по которой уделана да обе в бумажник и запустил в бумажник бумажник ведь вор человек по брякушке не бросил а вот она и все дело сделала взял он их да прямо в киселев переулок никонуру савичу бяку бац денег говорит давай денег какие у меня деньги денег не ма а под залог ма под залог говорит ма а сколько ты мне например дашь денег под это детище да вот так и шелохнуло и рот разинул загорелись глаза лихорадка так и треплет туда сюда на стекло на виски вертит пробует но увидит вещь первая четыре четыре собачий ты говорит сын да ведь она десять стоит что ты дурака что ли нашел подай назад не хочу тот разгорелся из рук то выпустить не может вырвал дай пять в бумажник семь дашь нет не могу не могу пять хочу семь ни ну шесть ни ну прощай да смотри не поминай лихом мне шпрэнгель восемь даст дрожит трепещет взалкал волчим то горлом ведь хищник бери говорит по рукам что ли по рукам давай говорит сюргуч да коробку как коробку да видимое дело что коробку мы туда его голубчика уложим собственноручно а я вот печати наложу так и сохранно будет я тебе говорит этакое сокровище не там слышишь так 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 побежал перепелку и за коробкой тащи говорит и деньги тащит и деньги вот говорит смотри вытянул из бумажника да уж нету а модель то модель ведь это что верт этому в глазах то ведь это Бразилия целая гулко а у него глаза так кровью кровью так и залились раз два бултыхнули в коробку наложили печати тот ему деньги этот ему коробку приехал да как хлыстнет мне на стол о какую пачку на говорит получи да Михаил Васильевича помни ах ты господи ах 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 вот не как Михаил Васильевич изборит звонить он и есть великий богатырь маг и волшебник дай стул Федор устал а первый раз в жизни устал видна старо стало а ну как у вас тут все исправно все исправно Михаил Васильевич по приказанию все исправно да вижу вижу хорошо хорошо ну ты как все исполнил все Михаил Васильевич все как приказали все до ниточки угодно вам расписки получить вести вам не на веру так хорошо вот и и часы ваш Михаил Васильевич и цепочка все тут изборите видеть как все уделано да 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 хорошо хорошо слушай когда приедут гости ты мне займи старика болтай с ним там всякий вздор а я останусь с бабами и сверну эту свадьбу во дня только ты там смотри вздору ты не брехничего и что брехнешь от чего же брехнуть зачем брехнуть в конце я все дела делаю а маму это никогда не угодно мне и одобрение дать черт тебя одобрит смотри какой пень уродился а вот это они Кричинск идет навстречу в ходе Татуева Лидия Петровна и Муромской какая у вас прекрасная квартира да прекрасная прекрасная какой вкус во всем во всем да очень хороша для меня медам она только с этой минуты стала хороша как он всегда мило отвечает знаете Михаил Васильевич об чем я жалею да о чем Анна Антоновна что я не молода право я бы сама в вас влюбилась стало быть мне надо жалеть что я не стар это только не комплимент мне Лидочка да ты ревнивая за то что вы ревнивы целую вашу ручку а несправедливой быть не хорошо а отчего же несправедливой потому что я сказал что надо а между тем что надо и что есть большая разница Михаил Васильевич послушайте да что такое секрет что такое вы меня любите люблю очень очень послушайте Мишель я хочу чтобы вы меня ужасно любили без меры без ума вот как я вас люблю и душой и сердцем нет я хочу сердцем о чем это вы тут советуетесь так тетенька одно дело есть пари держу а платье проиграете тетенька ну так о чем же о том что под платьем Анна Антонна как под платьем да что это ты матушка с ним о белье ты говоришь нет тетенька не о белье Петр Константинович да позвольте мне вам представить доброго приятеля и соседа Иван Антоновича Расплюева честь имею ах очень приятно очень приятно в военной службе изволите служить или в статской в военной в статской а жить изволите в Москве или в деревне в Москве в Москве стоишь иногда а то больше в деревне а скажите в какой губернии имеете поместье в Симберске в Симберске в Симберске а уезд какой какой уезд у ваш а как бишь его того то есть как его да я в этом захолустье ни одного уезда не знаю вот так на языке и вертится Михаил Васильевич Михаил Васильевич Михаил Васильевич да как его уезд тут какой уезд да наш уезд а ордатовской ну вот в ордатовском Симберской губернии ордатовского уезда да ордатовский уезд нижегородской губернии в нижегородской как в нижегородской Михаил Васильевич что же это такое они говорят что ордатовского ест в нижегородской губернии да нет нет их два один ордатов нижегородской губернии а вот другой Симбирской ну вот да 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 точно точно именно один ордатов в нижегородской другой в Симберской ну да один ордатов в нижегородской а другой в Симберской извините извините вашу правду скажите а предводителем у вас кто да да я дурак какой-то не вязался что же это будет была не была бревно как как бревно но не знаю не имею чести знать я думаю что не знаешь и хороший человек превосходнейший мухи и той зла не сделает в наше время это редкость редкость нет петка кстати решительно скажу таких людей нет ну однако уверяю вас а вы поищите вы как заметно имели от людей и огорчения в жизни имелся такие могу сказать задавались мне огорчения в жизни что сынову могу сказать все бы обруча полетели и вот не вредим жив и бывает все бывает в жизни а как у вас земля а что земля земля ничего у вас там должен быть чернозем ведь туда точно ведь симбирская черноземная да 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 как же чернозем удивительный чернозем то есть черный черный ух вот какой скажите урожай должно быть отличный урожай да в этом захолустье обобрать хлеба не могу не могу неужели право не могу да мне чертся мне его даже и не жалко степные помещики то каковы а скажите у молот как у вас бывает да он нарочно господи что ж это будет ну а у молот я вам ничего не скажу Петр Константинович да что вы его все расспрашиваете ведь он только по полям с собаками ездит а по хозяйству и не в зуб толкнуть скажите Михаил Васильевич да имение ваше в Симбирской губернии да а родственники ваши живут в Могилевской губернии да Симбирская это у меня материнское имение а понимаю понимаю а матушка ваша как была урожденная колховская кричинской уводит Атуеву и Лидочку в соседнюю комнату чтобы уговорить их ускорить свадьбу Муромский и Расплюев остаются одни вбегает Нелькин он раскрывает Муромскому о похищении кричинском бриллиантовой булавки Лидочки Муромской вызывает Лиду она подтверждает слова Нелькина о том что Кричинский взял ее булавку и обещал вернуть вечером во время их разговора входят Атуева и Кричинской Атуева увидя Нелькина и расстроенного Муромского понимает что Нелькин опять что-то наговорил Муромскому это вы батюшка что вы тут плетете чего нанесли опять сплетни до рассказов Пожалуйста Михаил Васильевич мы хотим поговорить семейно одну минуту Семейно? Ну что ж извольте я семье вашей не чужой Да она конечно только бы я попросил Да что тут Петр Константинович на чистоту так на чистоту Милостивый государь мы говорим о солитере о каком солитере Петр Константинович Да вот о том солитере что вы нам обделали в булавку вы его нынче у дочери моей взяли? Взял она же вам говорила что я взял А теперь-то он у вас или ой Ах вот что вот что Петр Константинович скажите мне где я и с кем я скажите мне какой глупец какой враль какой бездельник осмелился дольше я вам говорю я вам сорву голову я вам ее сорву Петр Константинович солитер лидии у меня слышите я вам это говорю у меня я никогда не имел мысли но вот пришел он говорит что я дочь свою топлю что вы нас обманываете что солитер вами взят ты заложен ростовщику ну судите сами а если он солгал тогда что если он как подле Михаил Васильевич пардон сказал подлейшую ложь что тогда тогда я хочу вы слышите я хочу я требую что вы его по шее выгнали вон из дому даете мне в этом слово да даю кричинский вынимает из кармана взятый у лидии солитер и возвращает его в муромскому нелькин уходит посрамленный ну довольны ли вы петр константинович совершенно доволен ну помилки просто с ума сошел ну я доволен полагаю что теперь мы можем и кончить как кончить ну как кончают у нас с вами вышла пасквильная история я вами же скомпрометирован с таким пятном какой же я муж вашей дочери петр константинович я должен вернуть вам ваше слово а вам лидия ваше сердце возьмите его будьте счастливы и забудьте меня мишель что вы говорите я не понимаю вас ведь сердце назад не отдается мое сердце ваше папенька ну что же вы молчите ради бога что же он совсем полумный ну можно ли обращать внимание на его слова как же вы сами поступаете петр константинович ведь если меня мог оскорбить вот этот сплетник да как же вы меня сами оскорбили ведь завтра придут сказать вам что я картежник что я шулер и вы всему этому будете верить доводить справки да да что вы но зная эти мещанские правила но знаете что моя горло стих не допускает я или верю человеку или нет середины здесь нет не солитары мне ваши нужны и не деньги ваши вашими деньгами я выхлестну всякому глаза мишель ради бога если вы меня еще сколько-нибудь любите мишель ну прошу вас ну простите меня ну простите вы меня прошу вас вы молчите вы оскорблены я знаю у вас сердце нет ни прощения ни жалости ну чего хотите вы мы на все готовы ах какое у вас сердце лидия какое доброе сердце ну стою ли я его мишель не грешно ли вам ну петр константинович давайте руку ну вот так то ну вот так то слушайте меня свадьбу мы делаем завтра чтоб всем сплетням положить конец и тотчас же встрешнего а так уже десять часов вам пора домой ступайте пожалуйста уложите литочку в постель и надо отдохнуть лидия завтра вы будете снова свежи румяны и хороши как невеста или нет лучше я сам вас отвезу и все устрою вбегает федор миха господин нелькин с ним еще кто-то кричи стуббот прилили двери так он хочет чтоб я его убил на месте мишель 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 что вы расплю я поди выгони его по шее в сию минуту мишель мишель что он пожалуй там сам пять да пошел умри когда приказываю умри мишель мишель разве это легкое дело умирать я чувствую что без меня это дело не кончится он хочет чтоб я его убил на месте как собаку частный пристав приказывает навод перед дверью нет пирать первый кто двинется с места тому я разнесу голову мишель полиция 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 сорвалось вбегают нелькин и дэк за ними в дверь показывается полицейский чиновник разбойник стекло заложил деньги под стекло взял разбойник берите его вот он разбойник ай стой стой куда разбойник стой ах разбойник никонор савич успокойте себя сделайте одолжение успокойте себя позвольте узнать ваше имя и фамилию Михайло Васильевич Кричинской ваше имя и фамилия миха вас я у меня нет фамилии я у вас спрашиваю ваше имя и фамилию да помил когда я без фамилии его зовут Иван Антонов Расплюев стой стой держи его держи я вас прошу успокоиться ведь он же уйдет да ведь это же зверь зверь держи моих шесть тысяч за стекло выдано за фальшивую булавку подлог в тюрьму его в тюрьму милостивый государь оставьте его вот булавка которая должна быть в залоге возьмите ее это была ошибка Лидочка что ты Лидочка Лидочка она господи девушка ты доброта ангельская небесная кротос батюшка Петр Константинович что же нам то делать теперь бежать бежать матушка от срама бегут расплюем а ведь это хорошо что опять женщина Наполеон 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 Бежать